Начать запись. Ну что, привет, ребята, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня мы продолжим наше знакомство с проектом на Arduino. Повторяю о том, что мы исследуем датчик влажности и температуры. Я немножко хочу поисследовать вот этот код, который у нас получился. Исследовать я его буду тоже с помощью осциллографа. И для этого мне понадобится второй щуп. Он на изображении у нас будет зеленым цветом. И с помощью него я буду проверять, в какой момент времени мы делаем замеры на нашем основном графике. На нашем основном исследуемом сигнале. Давайте также возьмем два проводка сейчас. Сейчас, например, желтенький и мои любимые черненькие. Неужели они закончились? Нет, вот у нас есть черненькие. Значит, как водится. Черненький у нас будет на земле. Бах! На него мы вешаем щуп земли. Желтенький у нас будет на каком-нибудь пине цифровом. Ну, например, на D7. Сейчас вы поймете, зачем нам это надо. Вот так. На D7 мы их повешали. Теперь нам нужно все это дело включить. И по авто откалибруем. Давайте попробуем теперь написать небольшую программку, которую назовем void ping. ping, пускай будет на вход у нас подан, который будет интеджеровским значением. Ping должна была называться программа. Ping mode. И у нас на пине будет постоянно она устанавливаться в output. И туда мы будем сейчас передавать высокий уровень сигнала. Для этого будем использовать команду, которую мы уже использовали. Это digital write. То есть туда мы будем подавать высокий уровень сигнала. И потом тут же будем подавать низкий уровень сигнала. То есть получится такой пик. Маленький пик. И добавим наш ping вот в наш стартовый тест. Ну, например, вот здесь мы где-то сравниваем high. Вот давайте мы перед этим сравнением выставим наш ping на 7 пин. И посмотрим, в какой момент у нас делается проверка вот этого низкого уровня. Потому что если он высокий, то мы выдаем ошибку. Опять запускаем наш старт. Бац. И вот мы через 50 микросекунд сделали проверку. То есть проверку мы начинаем делать вот в этот момент. Вот здесь мы проверяем низкий уровень. Давайте теперь мы посмотрим, где мы проверяем высокий уровень. Для этого вот здесь добиваем наш ping. И запускаем программку. Делаем старт. Отлично. То есть ждем мы 80 микросекунд. И здесь мы видим, что вторую проверку мы делаем вот где-то вот здесь. Мы тоже можем замерить время с момента, как мы обнаружили высокий уровень сигнала. Потом ждем 80 микросекунд. Вот с этого момента, да, вот между этой парой событий должно быть около 80 микросекунд. Окей. Если мы теперь уменьшим, например, поставим 60 микросекунд задержку, то вот этот пик, вот этот пик, он должен сдвинуться влево. Да, давайте это проверим. Запускаем старт. Да, он действительно сдвинулся влево. Все. Вот мы теперь видим, где фактически у нас осуществились проверки, которые находят вот эту стартовую последовательность, которую выдает датчик до перед тем, как выдавать наши данные. Окей. Давайте теперь ради интереса посмотрим, в какой момент мы собираем информацию о значении нулей и единиц. Для этого мы поставим ping вот здесь. Соответственно, каждый собираемый байт у нас будет на каждом бите показывать, где мы реально собрали данные. Давайте проверим, будет это у нас происходить или нет. Собственно говоря, все окей. Смотрите, мы взяли и увидели, что вот здесь у нас собрался ноль, потому что вот в этот момент мы сделали замер. Здесь собрался ноль, понятно, потому что вот в этот момент мы делали замер. Здесь собралась единица, потому что если бы был нолик, он бы вот здесь закончился. Мы подождали чуть больше и проверили единицу. И теперь мы видим, что каждый бит собирается у нас, в какой момент мы получаем данные. Это нам позволяет понять, что мы делаем наш алгоритм абсолютно верным. Теперь давайте подумаем, что бы мы могли еще сделать. И очень часто в таких ситуациях для проверки, для отладки приходит идея, а давайте мы будем, у нас же есть последовательный порт, давайте мы будем в него, в Serial Output, выдавать наши данные. То есть мы хотим посмотреть, readdata, по байт, на что же она там считывает. Давайте выведем на экран. Запустим, перейдем в монитор порта и увидим, что у нас выдаются нули по какой-то причине. И все, на этом все заканчивается. Давайте еще раз перепрошьем нашу программу. И смотрите, у нас почему-то уехали часть проверок, куда-то уехала. Вот эти вот проверки, они куда-то уехали. Почему это произошло? Интересный вопрос, да? Почему вот эта часть происходит? Для этого мы давайте сделаем вот что. Давайте мы узнаем, а вот этот вот println, который мы делаем, что нам нужно для него добавить? Ну, во-первых, нам нужно в позицию word.it записать единицу, для того, чтобы он заработал, чтобы стал показывать на нашем выводе действительно значения битов. Вот он показывает эти значения битов. Все здорово. Так, окей, значение битов он показывает, выводится, но почему-то не работает корректно. Он не вводит температуру. Поэтому нам сейчас давайте уберем пинги. Вместо этого сделаем еще программу up, который будет выводить в хай наш пин, да? int, int, pin и down, который будет выводить наш пин в значение low. Давайте посмотрим, а что происходит, когда мы выводим на последовательный порт нашу отладочную информацию. Up и down. То есть у нас сейчас должна появиться ступенька, которая покажет, в какой момент мы выводим данные на экран. Ох, смотрите, как интересно. Вот мы считали наш байт. Давайте это мы сейчас остановим. Мы считали наш байт. Вот здесь все замечательно. А потом у нас потратилось время на передачу через сериал порт данных. И вот этот вот пин мы пропустили. Соответственно, мы сдвинулись в сторону. И у нас уже не получается считать 8 бит. А раз у нас не получается считать 8 бит, тогда мы все дальше и дальше и дальше сдвигаемся. И, соответственно, вот эти вот все while, которые мы ждем для того, чтобы пропустить какой-то бит, они накапливаются. Соответственно, выводить на экран данные через серийный порт не бесплатно. Таким образом, осциллограф и второй щуп нам помогают отлаживать нашу программу. Мы не можем передавать данные через сериал порт, потому что это требует времени. А мы находимся в одном потоке и, соответственно, сдвигаемся по нашему алгоритму. Зато мы можем четко понять с помощью осциллографа, где мы находимся, что мы делаем. И, соответственно, скорректировать. Вот такое интересное видео у нас получилось. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.